Казанский федеральный университет совместно с Русфондом дал старт донорской акции, посвященной Дню защиты детей, которые отметят уже 1 июня во всем мире. В первый день акции на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ прошли лекции, на которой представители КФУ и Русфонда рассказали студентам о том, как стать донором костного мозга. Входя в базу потенциальных доноров костного мозга, человек имеет возможность помочь тяжело больным детям и людям в общем. И мы хотим привлечь внимание студентов КФУ, так как это молодежь, я думаю, сознательная молодежь. И сотрудники Русфонда приехали в университет, чтобы рассказать об этом направлении. Данная акция продлится два дня. Уже 22 мая студенты Казанского университета смогут стать донорами костного мозга. Вот шесть адресов будет озвучено, по которым инвитера будет принимать потенциальных доноров. Вот когда вы становитесь донором потенциальным, нужно быть уверенным в том, что вы готовы сдать клетки. Поэтому мы предварительно проводим лекции, чтобы рассказать о том, что это такое. Это все очень новое для людей, да, и нам нужно рассказать, какие методы сбора клеток бывают, сколько времени они занимают и зачем все это нужно. Напомним, в феврале 2016 года благотворительная организация Российский фонд помощи вместе с Казанским федеральным университетом решили совместно развивать проект по созданию регистра доноров костного мозга Республики Татарстан, который окажет реальную помощь тяжелобольным пациентам в борьбе с раком. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом в реализации проекта в связи с наличием в УЗИ высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих все возможности для проведения необходимых процедур. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Адель Шамилова, Владимир Ньюс.